всем доброе доброе утро всем здравствуйте смотрите с утра чем я занимаюсь вчера собрала свои поскребуши вырвала прям все с корнем уже те огурцы которые росли где картошка и вот у меня получилось две баночки сделала опять с бархатцами не знаю делаю первый раз но думаю что это будет вкусненько много читала отзывов посмотрим зимой будем дегустировать да кен поменял здесь кран теперь у нас вот такой симпатичный кран я здесь мою еще все не обращайте внимание только что перемыла огурцы вот так что вот такой красавчик теперь у нас здесь стоит нравится мне очень ничего не протекает все окей у нас сегодня прямо 5 отличная отличная погодка прям тепло и слава богу нет дождя хоть бы постоял что ботва вот это высохла чтобы все сжечь траву вот эту вот на огороде мы собрались опять едем в город по делам приглашаем вас с собой естественно все покажем и расскажем сейчас покажу как спит у меня фунтик смотрите я не могла чтоб вам не показать как он балдеет последние денечки скоро все будут сидеть в одной комнате это он здесь а коржик вот здесь коржик прилег еще одна балдейка еще одна балдейка кидаем здесь что потеплее потому что она ни в какую не хочет спать кота доме вот поэтому кидаем бушлаты чтобы хоть потеплее было спать да красотка видите какая смирная послушная собачечка она прям слушается ничего не грызет ничего не раскидывает да да не игра скажи она счастливе все собрались выезжаем эти мы еще не собрали картошку сейчас приедем будем собирать вот тут у нас этот табунар табу забыла опять название как он называется на ты как-то цветет по пути как всегда свой путь начинаю с валдерис кое-что заказывала вот пришло кухонные весы мне дать для хлебопечки прям просто необходимы потому что я не могу взвешивать ничего на глаз не получается ну и еще там наклеечку на холодильник заказывала сейчас все это заберу и поедем дальше двинули дальше дальше наш маршрут на ж.д. вокзал хотим поехать узнать есть ли билеты вообще сколько стоит поедем в общем все узнаем хотим же ехать в санаторий там нужно добираться своим своим ходом через ж.д. в общем сейчас поедем все узнаем в городе сегодня так красиво солнечно сухо прям такая золотая 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 осень прям аж как-то настроение поднимается от того что солнечно сухо потихоньку едем скоро уже приедем решение третий съезд вот у нас ж.д. вокзал подъезжаем уже он после капитального ремонта в каком-то году делали его не помню в каком но делали не знаю да наверно где место найдешь там оставь и знаете мне даже жарко в кофте даже жарко прям такое солнце сегодня яркое вся дакен закроет машину пойдем все узнаем идем идем дакен звонит детям они сегодня тоже выехали в отпуск хотел узнать как они едут ну недоступны видимо в поезде уже не ловит пойдем шанс два три часа до время три часа уже 23 градуса у нас сегодня ведь я же говорю прям жарко пропускают тоже наши сумки дакен забыл удостоверение забыл удостоверение побежал машину боже мой здесь только народу в такой движняк ужас все куда-то едут ужас голова кругом у меня пошла я все жду еще дакена сейчас он пройдет и пойдем как кассу и 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 А мы этот раз в аэропорт заходили. У нас вот такого не было, как здесь сумки ложить на проверку. А здесь, видите? Прошёл, наконец-то, мой дорогой. Сейчас возьмёт свою сумку. Да пойдём. Всё, пойдём. Туда нам. Я знаю, мы же маме покупали. Вот они, кассы. Сколько народу, может быть, вот тут? Ну, не знаю, как я справлюсь там. Ой, отстояли такую очередь. Ничего не взяли мы. Так дорого всё. Во-первых, билетов нет. Во-вторых, через Чимкен только можно ехать. Это капец, как дорого. В общем, мы отменили. Будем другие путёвки искать. Не поедем мы на Балхаш. Хотели в этот санаторий съездить, но нет. Видно, не судьба. Ну, ладно, мы сейчас позвонили правком. Нам сказали, предложат там что-нибудь ещё другое. Такой длинный вокзал сделали. Ужас. Идёшь, идёшь, идёшь. Нет, не хочу я так дорого. Конечно, пять дней. Ну? Ты ешь первый день сюда самогон. А средний день самогон. Да, и получится три дня всего лишь. Нет, поедем поближе куда-нибудь. Вот такие вот дела, в общем. Решили мы отбой дать. Я так говорю, ну-ка, до утра у меня голова сразу не схалывается. Ладно, выйдем сейчас на улицу, потом выскажу. Правильно, Докенка? Пока приедем первый день самогон, всего на пять дней. Последний день самогон. Ну, что там делать самогон? Нет, поедем либо в Затас, либо в Боровой. Фу, не в Боровой, а в Шерчок. Приедем, созвонимся с ней. Она нам сказала, запронируют что-ли. Так что всё, возвращаемся. Полиция. Вон там автовокзал. Вот такой вот денёчек у нас сегодня. Не получился номер. Я так мечтала, что мы поедем на поезде. Хоть несколько там. Ну, там около суток, по-моему, до Сарагаши ехать. Думала, ну всё равно хоть кайфанём на паровозе. Нет, нифига не получилось. Ну, ладно, значит, не судьба. Ничего страшного, я не расстраиваюсь. Поедем в другой санаторий. Всё равно мы поедем. Она сказала, не переживайте. У нас в запасе ещё два есть, которые здесь поближе. Видите, как жарко я, как одета. Ужас. Всё, выезжаем со стоянки. Сейчас мы направляемся к нашей подписчице. Везём ей зелёных помидор. Она нам приготовила трёхлитровых баночки. Будем бартер, так сказать, сделать с ней. Уже созвонилась, она нас ждёт. Сейчас поедем. Вот сейчас до Кен занесёт, наверное. Всё, отдали. Сейчас ещё банки возьмём, загрузим и назад. Картошку собирать. Ну всё, вот столько баночек нам Оля дала. Поехали. Бартер произвели. Назад мы решили поехать этой дорогой. Вон там виднеется шахта Костенко, кто знает. А вот здесь мне нравятся по обочинам такие водоёмчики. Очень красиво смотрятся. Особенно летом, когда всё зелёно. Ну и сейчас неплохо. Как жёлтенькая пшеница такая стоит. Не знаю, что уж там растёт. Но издалека смотрится, как будто это пшеница. Вот там, видите, что? Вот такая вот шахта. Правда, не очень хорошо её отсюда видно. Наша любимая гора. Мне нравится вид. Красиво. Хоть одна достопримечательность у нас, которую я всегда показываю. Тереконник. Тереконник, да, называется. Через 300 метров. Тереконник направил. Ой, мы уже дома. Что-то я даже приустала как-то. Заехали в Николаевске. Я купила яйца. Это весы сейчас мне таким ставить батарейки. Потом купила хлебушек. Хлебушек. Купила вот такую вот колбаску на тормозок ему. Купила спагетти две пачки. Сейчас буду готовить. И купила девочке по акции вот такую вот тушенку. 740 тенге. Канина. Продавец мне сказала, что она вчера взяла попробовать и сегодня забрала 10 банок, типа муж сказал, на рыбалку будет брать. Сейчас я ее открою, посмотрю и покажу вам. Если действительно это так, то завтра я тоже поеду, тогда возьму 10 банок, если она мне понравится. Сейчас буду готовить спагетти с тушенкой, чтобы побыстрее было. Делаю зажарочку, потому что нам еще картошку убирать. Ну, еще много делал, в общем, прокатались. Можно сказать, зазря. Ну, не совсем зазря, конечно. Зато узнали уже точно, что нам не светит. Это раз, банки забрали, Оле помидоры отвезли. Но все равно результат. Плохой результат, это же тоже результат, как говорится, да? Вот так я вставила у меня батарейки. Весы, смотрите. Красота. Теперь я могу взвешивать. Сейчас, может быть, испеку опять творожную запеканку, что ли, в хлебопечке. Творог у меня есть. Сейчас, наверное, забаламучу. Здесь не развернешься на столе, блин. Хочу показать вам тушенку, девочки. Мне понравилось. Смотрите. За такую цену это хорошая тушенка. Очень даже ничего. Сейчас вот приготовлю. Этот лучок, морковку, кабачок соломкой. Все обжарю. Туда добавлю эту тушенку и смешаю со спагетти, как по-флотски сделала. И салатик с помидорами нарежу. Тут у нас арбуз. Вот такие вот дела. В общем, приступаю к работе. Мои спагетти я сразу сварила две пачки. Думаю, дай-ка пусть будет побольше. А вот здесь я делаю обжарочку. Лук, морковка, кабачок. Сейчас хорошо обжарю. Потом добавлю чесночок еще туда. Потом тушенку. Все это перемешаю, как по-флотски будет. Я думаю, что будет вкусно. Я делала так, но без кабачка. Но сейчас сезон, надо поедать овощи. Леврик мой ходит там. Так что что-нибудь сейчас намудрю. Сейчас прям хорошенько обжарю. Хорошенечко. Может, еще перчик болгарский добавить. Ай, неохота идти за ним. Ладно, уже. Уже в полном разгаре у меня здесь все жарится. Уже, наверное, поздно. Пусть будет так. Смотрите, что я тут уже натворила. Я уже сюда выдавила чеснок. И положила тушенку. Какой пошел аромат. Так хочется кушать. Мы голодные сегодня. Уехали без обеда. А приехали сразу. Вот принялись за дела. С этой картошкой надо разобраться. И поэтому мы сегодня на голодовке. Ладно мне это не страшит. У меня сало. Запас хороший. Адакену надо кушать. Все. Сейчас смешаю все и буду звать. Вот что у меня получилось. Закрываю крышкой. Ну, конечно, тушенке надо было бы баночки две сюда. Ну, я купила сегодня одну. Поэтому, что есть, то есть. Ничего нормально получилось. Просто, может, кто-то напишет, ой, на две пачки одну пачку. Ой, одну банку тушенки положила. Ну, да, я вот такая. Я вот так сделала. Все. Пойду посмотреть, что там Дакен с картошкой делает. И буду звать кушать. Вот что здесь творится. Ну, да, она хорошо подсохла. Видите, вот по таким ящикам. По таким ящикам убирает. И заносит. Пока в пристройку, а потом в погреб будем выпускать. Уже несколько штук отнесли. Одну большую мы с ним вдвоем отнесли. Вот. Как же без помощницы. Как? Никак. Рэм, иди сюда. Рэм, Рэм. Рэм, Рэм, Рэм. Раскидали вот так ботву. Чтоб сохло. Сейчас подсохнет, если потом сожгем. Я вчера вам повыкидывала уже цветы с кашпо. Рэм, иди сюда, Рэм. Эх, как носится. Эх, как носится. В общем, на огороде хаос. Я бы так сказала. Вот бы дождя не было, чтобы вот это все просохло и сжечь. Рэм, Рэм, иди сюда, Рэм. Иди сюда. Хотели его не прицеплять на ночь. Но нет, так я он все-таки прицепил. Иди сюда, иди сюда, иди. Иди сюда, Рэм. Рэм. Довольный. Иди сюда, я тебя зову. Я тебя зову, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Скажи, а, ты меня зовешь. Сайгак, Сайгак. Рэм, иди сюда, Рэм. Рэм. Так что вот, сейчас покушаем, потом остальное продолжим. Я уже буду, наверное, ему помогу собрать. Так, я уже всех накормила. Тут у меня варится собачка, моя курочка. А тут я, тут я сама замесила, поставила, вернее, на замес запеканку творожную. Без Насти боялась, что не справлюсь. Ну, справилась. Замес нашла не как тут раз, час пятнадцать, а двадцать семь минут я нашла такую программу. Вот поставила на замес тесто, двадцать семь минут. Потом поставлю шестьдесят минут на выпекание. Вуаля, скоро я стану профессионал. В такое время я всегда варю собачкам, чтобы на вечер и на завтрашний день хватало. Вот такие вот я беру спинки. Кто там писал, что Рэм у меня ест без мяса? Нет, конечно, нет, девочки. Рэму лучший кусочек. Просто у него основное кормление, это вот это вот вечером, когда сейчас только сварится. Я купила рисовую сечку вперед, так что теперь я варю пока рисовую сечку. Ну, иногда добавляю вермишельку, потому что что-то вермишель, они, видимо, наелись. Уже давно я кормлю их вермишелью. Лучше стали кушать рисовую сечку. Поэтому, когда делаю как типа плова, когда делаю типа супчика пожиже, когда мешаю с вермишелькой по-разному каждый раз. Надо сказать, какая красота взвешивать все на этих весах, когда в точности до миллиметра. Очень все правильно я этот раз положила. Видите, я вот так одела целлофановый пакетик, чтобы их не пачкать. Вот. Тару все-все убираю. Хорошо. Уже не паришься, что что-то не получится, уже точно уверена. В прошлый раз я пекла без изюма, этот раз я добавила 80 грамм изюма, как что в рецепте. Посмотрим, что получится. Показать вам, какая красота получается. Запах уже стоит. Я, кстати, забыла положить ванилин. Ну, в рецепте и не было ванилина, просто в прошлый раз я клала. И смотрите, все равно запах стоит прям, 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 прям вкусненько. Ждем. Ну, сегодня мы ее не будем кушать, будем кушать завтра, чтобы она хорошенько остыла. Хочу показать вам, какая аппетитная получилась опять запеканочка. Сейчас я ее разрежу и покажу вам в разрезе. Я же вам говорила, этот раз я сделала с изюмчиком. Смотрите. Красота. Красота, да и только. Не знаю, как мне. Это очень вкусно, это очень вкусно. Сейчас позову всех пить чай. А изюм как увеличился, ужас. Всем приятного аппетита, очень вкусно. Второй раз делаю, второй раз я прям очень довольна. Всем привет-привет, у нас уже следующий день. Я жмурюсь, блин, что-то так ярко светит солнце. Что вы думаете, мои хорошие? Мы опять едем на шахту, оформлять себе путевки. Вчера мы, вернее не мы, а я перепутала станцию, назвала Сарыагаш. Сарыаган, да? Или как она правильно? Сарышаган. Сарышаган надо было, а я Сарыагаш, блин. В общем, сейчас поедем прям на шахту к этой женщине, и она возьмет нам онлайн билеты, чтобы я уже ничего не напутала. Отправляемся. Кофта у меня в машине, моросит мелкий дождик. Ну, а так, в принципе, ничего. Вот такие, в общем-то, делишки бывают всякие в жизни ситуации. Хорошо, говорю, что не взяли, а то бы взяли такие деньги вбабахали и куда-то уехали не в ту сторону. Я даже не знаю, это в той стороне, а не в той. Ну, наверное, в той раз через Чимкент предлагали. Ну, в общем, не знаю, не суть дела. Хорошо, что все хорошо закончилось. Сейчас поедем. Она мне предложила самой купить билеты. Я говорю, не-не-не-не-не, все равно нам везти вам денежку. Давайте мы сейчас подъедем и вместе все сделаем. Сразу сейчас возьмем туда-обратно. Дай бог, все получится, все нормально. Онлайн-билеты сразу возьмем. Сразу заплатим за путевку. Ну, путевка на 5 дней, на двоих стоит у нас 67 тысяч 500 тенге. Это через шахту. Там очень хороший санаторий. Она мне даже сказала, посмотрите в интернете. Город Приозерск. Я смотрела в Ютубе, там что-то по 3 минуты только такие ролики. Нету таких блогеров, как я. Вот я вам покажу все от и до. А там просто общий вид, что-то вот так показали. Ну, не, как сказать, мало информации. Я-то уж буду постараюсь снимать все. Чтобы люди уже знали, куда едут, зачем едут. Сейчас вот если все получится, все нормально, значит, будем собираться. Она сказала, самое хорошее лечение – это там. Она говорит, вам же не по 20 лет, что вы хотите в сосновом бару гулять и шишки собирать. Действительно это так. Если ехать, то уже, чтобы было хорошее лечение. Конечно, 5 дней маловато, но хотя бы так. Сейчас поедем, все, что произойдет, я вам все на обратном пути расскажу. Там снимать не буду, конечно, на шахте. Нельзя, наверное, снимать. Да и не буду, зачем привлекать внимание. Я вам выйду, потом все расскажу. Мы едем на шахту Кузимбаева. Раньше она называлась 50 лет СССР. Будем проезжать через ЖБИ. Это родина моей мамы. Раньше в детстве она тут жила. И даже я помню, немножко, ну, бабушка жила здесь. А потом они переехали в Пришахтинск. Их бараки снесли и дали им квартиры при Шахтинске. Ну, лет, наверное, до 8, до 7. Где-то так мы на каникулах были у бабушки вот здесь именно на ЖБИ. А может, даже и больше. Я уже что-то не помню. Ну, я отлично помню. Территория ДОКа называлась улица. Отлично помню их барак. Помню остановку. Этот автобус Пятерочка ходил конечная. Все помню. Только вот не знаю, сейчас эти, тут одни руины, говорят, остались. Узнаю сейчас, не узнаю. Или мы там не будем проезжать? Будем. Будем, говорит Докин. Так что посмотрим. Медсанчасть, баня. Медсанчасть, баня. Так баня или медсанчасть? Все здесь. Бытовой комбинат раньше был с левого. А, Лиза Чайкиной. Мы когда дом искали, тоже смотрели на Лиза Чайкиной, да? Да. Чуть было не купили. Ну, потом вот подвернулся нам вот этот домик. А так бы жили на живые. Ну, Докин сильно противился живые, не хотел. Здесь, говорят, автобусы уводят хуже. И т.д. и т.п. А мне кажется, живые, компактно такое, как деревушечка какая-то. Ага, да. Вот этот знак я припоминаю. А территорию нет. Вообще мне здесь ничего не знакомо. Это все построили. Здесь просто свои дома были везде вот здесь. Ну, значит, не узнаю я уж ничего. Сейчас, держи, там, может, справа, может, узнает. Я помню, что была кольцевая пятерочка. Там стоял какой-то то ли завод, то ли шахтер. То ли что-то такое было. Вот. И там было кольцо, оно разворачивалось. Ну, нет, может быть, мама их вспомнит, я уже не помню. Татьяна-то помнит, и маленькая была. Такие мелочи. Сейчас вот повернем, может, здесь что. Бараки-то снесли давно. Их поэтому и переселяли. Давали им квартиры, переселяли, что им надо было снести бараки. Ничего не помнишь, да? Не, а ничего не помню. Я-то маршрул только пятерочки автобуса, помню. В то время машин не было. А машины никто у нас не катал. Может, у кого-то и были, но я даже не помню. Это уже шахта начинается? Нет, это. Что это? Ну, здесь. Там уже после. Вот это же, вот живые. Вот этот дольщик. Ага. Ну, здесь вот были, они этот копия продают. Вот. Лошади тоже. Это поселок тоже. А, вот я помню, что оттуда было видно, видны дома за рельсами. Ну, вот за рельсами. Да, да, вот это я вспомнила. Сороковый магазин вот здесь называется. Да, 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 вот это я вспомнила точно. За линией они называли. Эти дома за линией они называли. Вот. Вот, ты прикинь, они еще существуют. Да. Здесь шахта. И с их барака вот было видно прям вот эту вот за линию. Это сороковый магазин называется. Здесь была шахта у Байжанова. Слева. Вон он стоит. Он не выезжает. Вот такие дела. Мы подъехали. Как раз смена. И выходит, ой, все знакомые, все здороваются с Декеном. Такое время попали в самый пересменок, блин. Так, камеру туда брать нельзя, Декен сказал. Там меня сейчас будут на КПП записывать даже. Так что камеру оставляю, наверное. Потом приду уже вам расскажу. Шишки, желуди. Там желуди растут. Я хочу сейчас их снять. Он говорит, шишки свои не забудь снять. Все нормально. Сейчас выйду, расскажу вам. Все, все у нас сегодня получилось. Все нормально. Билеты распечатали туда-обратно. На руках у нас все-таки поедем на паровозе, как я и хотела. Правда, выезжать будем в час ночи. Ну ладно, что такого. В час так в час. А вот здесь дубовая аллея у них называется. И так интересно, прям висят желуди. Сейчас покажу, подойду поближе. Вообще у нас в Караганде редко где можно встретить дубы. А здесь растут. Прикольненько. Так, дубы вижу, желуди пока не вижу. Но когда мы шли туда, я их видела. Может не все. Нашла, нашла, нашла. Видите? И много-много. Вот над головой вот тут. Да, да, вот прям много их, да. Красиво. Необычно и красиво. Пойдем быстрее. Докену сейчас на работу. А мы еще на шахте. Еще не на его, а на другой. Сейчас ему быстрее голопом надо кушать. Но тормозок я уже собрала, он уже в машине. Но мы хотели еще за тушенкой заскочить. Не знаю, уже успеваем. Нет? Если не успеем, ничего страшного. Говорит, успеем. Сейчас заедем за тушенкой. Он быстро кушает и на работу. Вот. Так что взяли билеты туда-обратно. Путевка стоит 67,500, я вам сказала. А билеты нам обошлись 24 тысячи. 23,900 чем-то. Вот автобусы их некоторые возят шахтеров. Машет нам ручкой. Видите? Это наш автобус, кстати. Да? Вот повезли людей со смены по домам. Вот наши. Зеленая Тодакена. Халык-банк. Как всегда, моя больная тема, это собачата. Смотрите, какие маленькие щенки. Ой, побежали, побежали. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, мой маленький. Да, Кен говорит, здесь недавно отстрел был, отстреливали. Хотя все говорят, что нельзя, сейчас запретили отстрел. Все равно, говорит, отстреливают. Жалко, очень жалко. Ну, они так и не подошли ко мне бояться. Вот они еще, смотрите, сколько их. Вот они еще, мой маленький. Иди сюда, иди, 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 иди. Видно, что диковастенький. Иди сюда, иди. Иди, мои собачки. Вас подкармливают здесь, наверное, да? Ну, очень худые, очень. Ладно, бегу. Бежим, торопимся. Сделали мы большое дело, я считаю. Купили билеты туда-обратно, уже все. Она уже нам даже их распечатала. Хотя можно было и не распечатывать. Я говорю, нет, я люблю, когда я вижу бумажку. Они уже лежат у меня в кошелечке. И все, теперь будем собираться в путь-дорожку. С 30-го числа до кем уже в отпуске. А 2-го числа будем выезжать. 5 дней. Там, говорит, очень хорошее лечение. Но это я вам потом уже все по ходу буду показывать, рассказывать. Сами первый раз. Все новое, все дико для нас. Ну, будем смотреть, лечиться. На сегодня, наверное, все. Всем спасибо за комментарии, за лайки. Всем пока-пока и до новых встреч.